Добрый день, мои дорогие! Третья часть чудесного целебного растения. Всё о нём, о прекрасном кустарнике сирень. В третьей части вы узнаете, какие новые рецепты помогут вам, вашему здоровью, вашим близким. Итак, сирень, напоминаю, это целебное растение. Всецело целебное. И почки, и листья, и цветы могут помочь нам чувствовать себя хорошо и быть красивыми, счастливыми, полноценными. Продолжение. Заготовленное растительное сырьё после просушки следует хранить в деревянных коробках или полотняных мешках не более двух лет. Категорически не рекомендуется использовать для хранения никакой вид полиэтилена. Категорически в мешочках сирень не храним. Ветви нельзя опламывать. Аккуратно срезать желательно побеги с помощью специального оборудования. Настойка из сирени на водке или спирту используется для лечения суставов. Для достижения эффекта от препарата на основе экстракта сирени необходимо длительное и систематическое применение. Для исцеления, а для снятия боли, возможно, и разовый компресс её облегчит. Чтобы приготовить настойку, поместите две столовые ложки сухих цветов в стеклянную или керамическую ёмкость. Залейте полутора стаканами водки или одним стаканом 70% медицинского спирта. Плотно закройте, храните в тёмном прохладном месте. Настойка готовится в течение двух недель категорически вдали от света и солнечных лучей. Очень важно, необходимо эту настойку взбалтывать ежедневно. Принимать такое средство нужно по одной чайной ложке три раза в день за 20 минут до основного приёма пищи. Конечно же, бывалые фитолюбители спросят, необходимо ли процедить эту настойку, отделить её от цветов, которые уже принимали участие в этой настойке и отдали все свои целебные вещества. Да, действительно, эту настойку необходимо процедить. Процедить через марлю несколько раз, для того, чтобы взвесь не была активной, чтобы эта настойка была чистой и это способствует длительному хранению настойки. Желательно настойку держать в тёмном стеклянном состоянии, чтобы это было тёмное стекло, и в холодильнике. Как обычно, мы с вами в холодильнике покупаем настойки, и мы видим, что они исполнены в бутылочках из тёмного стекла. Итак, растирание при остеохондрозе и суставных полях тоже делается определённая настойка из сирени, которая называется настойка при ревматизме. Чем она отличается от предыдущей настойки? Тем, что она настаивается длительно. То есть, это такой же состав, как предыдущий, но настаивается в тёмном, прохладном месте в течение 30 дней. Также надо процедить несколько раз марлевыми фильтрами и посмотреть на просвет, есть ли в этой настойке взвесь. Если это настойка чистая, то вы её закупориваете в бутылочку с тёмным стеклом и храните в холодильнике. Для того, чтобы исцелить себя от ревматизма и подагры, это ведь необходимо вывести соли, токсины, яды. В чём принцип ревматизма и подагры? Это некие виды осложнения после разного рода перенесённых заболеваний. Обмен веществ смещается к процессу закисления организма. И даже мы знаем, что при подагре организм формирует кристаллики токсичной соли в местах локализации болезненности. Это суставы, это костно-суставные сочленения, это просто костные уплотнения, которые как шишечки вы можете видеть именно на суставах, на суставных сочленениях. И прекрасно вы знаете, что эти опухлости, они болят. Причём боль такая, что не снимается обезболивающими препаратами. Это говорит о том, что при надавливании идёт травматизация внутренней ткани. Именно травматизация об эти кристаллики. Так вот, такая настоечка способствует выведению солей, токсинов, обладает патагонным мочегонным свойством и уникальным способом справляется с данного вида заболеваниями. Но, конечно же, желательно, чтобы вы запаслись впрок такой настоечкой и использовали её длительно. Итак, втирки можно применять и наружно. Эти же спиртовые или водочные втирки для суставов и костно-суставных сочленений можно применять в виде компрессов. Компрессы, конечно же, могут быть краткосрочные, от 5 до 30 минут или длительные на ночь. Я не сторонник компрессов на ночь, потому что это процесс, при котором мы лишаем себя спокойного сна с точки зрения обратимого движения во время сна, ничего не должно сковывать. Но это моё мнение, это моё ощущение, а вы решайте сами. Противопоказаний данному лечению именно с тем, чтобы длительность уменьшать или увеличивать, достаточно много. И все они связаны с повреждениями кожных покровов. Конечно же, если кожные покровы повреждены, есть микротравмы, микротрещинки, то вы будете чувствовать неприятные ощущения. И, конечно, здесь надо сказать, что в этом смысле наши народные целители, народные, скажем так, травники придумали массу возможных других вариантов, таких как гели, мази. О растирке маслами на основе сирени. Об этом мы поговорим в четвёртой части. Я очень рада, что вы слушаете мои видео, смотрите их. И мне хочется, чтобы вы их использовали на благо. Спасибо.